Со мной рядом Дмитрий Соболев, действующий чемпион России по парению вениками. Мы ходили в баню, в общественную, но я никогда не любил париться. Кто-то такой правильный баня. Я буду обязательно участвовать и буду побеждать. Хочешь что-то добиться, приходится работать. Молодец. У меня первое, что было отрицание. Я такой, нет, нет, не может быть. И вот так началась история, связанная с этой печкой. Тот порочит, та консистенция пары. Те температурные режимы, те, что я люблю. Добрый день. Я Сергей Смирнов, основатель компании Грилд, основатель компании Сангелс, главный конструктор, изобретатель и так далее. Со мной рядом Дмитрий Соболев, действующий чемпион России по парению вениками, финалист и чемпион чемпион России Русь Банная. Это, в двух словах, чемпионат, который проходит по всей России на протяжении всего года в отборочные туры во всех регионах страны. Мы сегодня находимся в банном комплексе пар для гурманов на Васильевском острове, на улице Репина. Вопрос номер один. Дмитрий, как ты стал чемпионом России? Ну, путь этот был долгим. И было сложно. Было сложно. Я занимался спортом, гребли на кануле. И, соответственно, мое воспитание, характер, произошло все там. И когда я начал заниматься баней, я задался вопросом. А что же в бане подтверждает, что ты профессионал? Это не является профессией. Это не является видом спорта. Здесь нет званий, нет полишения. Да, или души, наверное, больше. Да. Нет повышения квалификации. Когда я узнал, что есть соревновательная деятельность в банном мире, я сразу подумал о том, что я буду обязательно участвовать и буду побеждать. И когда я увидел историю Дмитрия Орлова, как он отдает свой кубок для того, чтобы на нем выигравировали его имя, что он чемпион, я сказал, что следующий буду я. И так, и вот, ты знаешь, это было такое реально крутое шоу. Ты вообще молодец. И это то, что было достаточно быстро, да? То есть у тебя опыт-то несильный большой. Я знаю, что люди учатся прям годами, пытаются 5 лет, 10 лет, пытаются стать чемпионами России, занимают какие-то места. Ну, у них все не получается. Это раз, и получилось. Это, скорее всего, такая сила духа и уверенность. Ну, как это сработало? Сработало это упорные тренировки, постоянные. То есть я брал, наверное, 3 или 4 пары веников, все замачивал их, вставал на улицу, массажный стол, манекен и погнали. С 8 утра до 10 вечера, пока не стемнеет полностью, я просто уничтожал эти тренировки. Это спорт, наверное, реально. Это как, вот, хочешь что-то добиться, приходится работать. Молодец, молодец. Дмитрий, а почему именно баня? Почему баня? Раз, и баня. Ну, мы всю жизнь всегда ходили с друзьями париться. То есть изначально все это, как у всех, начинается с детства, когда нас берут родители в баню, а потом, когда мы взросли, им уже интересно самому пройти этот путь. И, соответственно, я брал всех своих друзей, собирал. Мы ходили в баню, в общественную, но я никогда не любил париться. Вот мне абсолютно не нравится, когда меня хлопали веником, и мне приходилось терпеть в 100-градусной общественной бане. Но интерес был в том, чтобы добиться таких же острых ощущений у своего товарища, которого я парил, и он убежал из парной быстрее меня. И как раз-таки вот это насильственные действия, так я их назову, они и привлекали. А после этого, как-то раз, я нашел объявление частной бани, куда можно приехать, снять ее и попариться. На вместимости на 8-10 человек. Как раз мы все собрались, приехали, заходим в парную, а там нет никакой температуры. То есть, ну, примерно 30-40 градусов, и я у хозяина в бане спрашиваю, что нам здесь делать? Расскажи. Он говорит, садитесь, сейчас я вам все покажу. Мы сели на полки, а там еще обычно-то надо куда-то забраться, сесть на лавочку, там посидеть сперва, покупать уши вот так, загнуться, и потом только взять веники и попариться. А в этой бане мы сели и с абсолютным комфортом прогрелись. То есть, он провел 20-30 минут, мы на первый заход зашли, он поддал, Это правильная баня. Да, и мы попали в спармастер. Работа с пармастер. Работа с пармастерами. Они с температурами. Больше акцент, конечно, на пар. Все правильно? И, соответственно, после этого я начал интересоваться, что такое правильная баня. Помощь Ютуб. Я постоянно смотрел Ютуб, всевозможные учителя Василий Ильяхов, Олег Евгеньевич, Рябиков, но до него я дошел чуть позже. До этого были как раз-таки, так скажем, школьные образования. Школьные образования, и я для себя выделил людей, которые преподают просто уроки парения, техники выполнения движения, как Артур Челенко, а также Василий Ильяхов. И, в принципе, всевозможную чемпионатную деятельность. Я начал тогда уже смотреть, садился за телевизор, вот так вот мог провести свой день, смотря на баню, как это делится. И после этого... Вовлекательное такое действие. Да. И после этого, какое-то время мы начали посещать эту баню, каждое воскресенье, и пришел хозяин бани и говорит, у нас будет Сергей, хозяин бани. А, вот именно вот... Этой бани, да. Его зовут Виталий. Он говорит, у тебя так получается, ты такой упорный. Он каждый раз заходил и видел, что у меня есть какой-то прогресс. Давай, у нас приедет Сергей Нестеров, у него будет семинар. Это, как он сказал, лучший ученик Василия Ильяхова. Тебе надо обязательно быть. Хозяин бани мне начал продвигать это с точки зрения заработка. То есть, он мне сказал, слушай, сейчас приедет, ты научишься, будешь зарабатывать. А я занимался своим делом, у меня все было хорошо и не нужно и сейчас хорошо. А тем ты занимался? У меня был бизнес, я занимался кальянами. То есть, у меня была кальян. Противоположная такая тема, прямо в корне. Ну, основополагающее общение с людьми. Здесь и там это есть. За день до самого семинара мне начал названивать организатор, начал названивать хозяин бани, почему ты до сих пор не записался, тебе надо обязательно быть. И они меня силком туда затащили на этот семинар. Сергей Нестеров сначала мне показался каким-то чудным человеком, который приехал в каком-то руссконародном костюме что-то рассказывает про баню. Предположения... Странный тип. Да, да, да. Мы все такие странные в плане. Мои предположения были совершенно другими. Когда он открыл рот, начал рассказывать, я не знаю, меня это поглотило сразу. Просто я вот так вот сел и я слушал его не только ушами, а каждой клеточкой своего тела. То есть я никогда настолько сильно не влюблялся в то, что я могу делать своими руками. И как проходит семинар? Сперва на сухую все отрабатывают какие-то программы. То есть теория, практика и уже сама практика в парной. И, соответственно, когда мы зашли на второй день в парную, все хотели быть моделью. А я этого не хотел. Я говорю, дайте мне веники, я вас всех сейчас попарю. И так оно и случилось. Я всех парил и получал от этого неимоверное удовольствие. То есть Сергей Гнейстров находился с нами в парной и он подсказывал, прям направлял. Я запомню это, наверное, на всю жизнь, когда он меня направлял именно в те моменты, которые мне нужны в тот или иной процесс, когда я этим занимался. Соответственно, после этого я начал собирать еще больше людей. То есть это уже были не только друзья, но и друзья-друзей, знакомые. я их собирал и даже с них денег не брал, только они платили за баню и я всех их парил. Бывало, что я парил по 10 человек, просто 10 человек приезжало, и я без остановки, не выходя из парной, просто я настолько, настолько это меня вдохновляло, что мне не нужно было даже дышать, такое ощущение. Когда я видел кого-то, кто ложится на полок, я брал веники и не мог удержаться. Мне было интересно, я все глубже и глубже хотел познать это. И вот так тут появилась моя жизнь в бане. Видишь, как, блин, в бане это то, что я могу о ней я могу говорить часами, сутками, неделями. кстати, я тебе тоже могу научить парочку интересных фишек. Так как я веники держу тоже достаточно давно, порядка 6 лет, я уже увлекаюсь этим. Тоже тебе покажу один сигарет обязательно после интервью прям сразу же наедешь 100%. Такой интересный вопрос. Ты выбрал как чемпион России заслуженно приз от компании Сангенос электрическую печку 9 киловатт нашу. Самая инновационная печка сегодня. И самая красивая, надо признать. Вы смотрите, какая она стеклянная, ну господи. Ее стильная. Ее бывает называют печной айфон, там Тесла. Самая новая это печка Сангенос электричка для русской бани, которую можно было сегодня протестировать победителю чемпионата. Скажи, какие ощущения после получения этого приза, он достаточно крутой, то есть это топ ладыка и первое. И вот ты попарил там на фестивале на этой печи и сейчас ты мне попарил. Ощущения расскажи в двух словах о нашей печи, которую сейчас мы еще раз напомним, мы находимся в банном комплексе парк для гурманов на Васильевском острове в самом центре северной столицы Санкт-Петербург. Рядом музей здесь баня и мы здесь. Расскажи, как ощущения? В двух словах не получится. Это когда я выступил на чемпионате, я в принципе выступал девятым участником, то есть последним. И соответственно я расслабился настолько, что я выступил, получил уйм, вот я получил сто процентов после выступления, потому что я ехал туда, у меня не было такого, что я еду победить, я просто ехал себя показать. И соответственно когда я выступил, я получил все свои сто процентов удовольствия. Оторвался вообще. То есть делать что хотел. Для меня было то, что было прям приятно, то, что у меня получилось все, что нужно. И соответственно я расслабился, я даже не успел переодеться, а вот уже стемнело, пока я все собирал, и вот-вот меня зовут на награждение. Я просто что было у меня, то я напялил, вышел на награждение, я совершенно не ожидал, назовут меня даже в призах. И как раз-таки нас позвали всех на сцену, благодарственные грамоты, то, что мы участники, чемпионат России, Росбанная, и соответственно тут стоял Сергей Нестеров, и он награждал. То есть он главный судья. Главный судья Банной Федерации. И мне было настолько приятно, что я у него учился, и вот теперь он стоит награждать. То есть у нас с ним взаимосвязи особо и не было после. Он сам не ожидал, он вообще не ожидал, что ты возьмешь, залетишь и выигрыш, что у него будет все на лице написано. и он начал называть третье место. когда он назвал третье место, я про себя, у меня настолько было приятно, я говорю, вот, человек заслужил, он действительно для этого много работал, я прям красава. Внутри себя я прям улыбнулся, мне прям, я очень радовался тому, что ребят награждают, и они получают вот эти эмоции. Мне этого было более чем достаточно. Потом второе место, Александр Жирнов. Я с ним знаком, и мне тоже было за него очень приятно. Но до этого я слышал, что ни разу не побеждала женщина на чемпионатах Русь-банда. И ты прям и я стою и думаю, а мне до этого еще сосединился, потому что победила женщина. Ну я не знаю почему, такое стечение обстоятельств. И соответственно я стою с замиранием сердца, жду пока Город-дверь! Город-дверь! Соболев Дмитрий! Кто бы мог подумать, кто бы мог подумать, что это будет именно так? Я смотрю туда, и вдруг Сергей Местеров произносит мое имя. И просто у меня мурахи сейчас вот это рассказывать, я просто выставляю эти ощущения. Я сам участвовал в этих чемпионатах, я примерно понимаю, что Дмитрий переживал. У меня первое, что было отрицание. Я очень много положил на себя, то есть я долго и упорно шел к этому, но когда я это получил, я этому не поверил. Я этому не поверил, на меня сразу дали кубки, один, второй, печь, 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 и вдруг меня просто вот так выдергивают, пойдем с нами. А я до этого уже не видел, что вы на сцене выступали и говорили печь, то, что достанется чемпиону, меня вот так схватили, поставили, так, печку забирай. Я говорю, как я ее заберу? Целая машина не получится сейчас, давай. Дали мне микрофон, встали напротив меня с камерой, благодари. И вот так началась история, связанная с этой печкой. Соответственно, на следующий день я приехал ее забирать, я пришел на стенд Грил Д, и там полноценно познакомился Я взял ковшик, налью водички, услышал этот звук, ну и все, все стало сразу понятно. Тот парочек, та консистенция пара, те температурные режимы, те, что я люблю. Это подошло. Это прямо разный стазан. Не меня как создателя, понимаете, когда я вижу неподдельные ощущения, ну, блин, это кропы. И сейчас она у меня стоит у папы дома. У меня была сперва навязчивая мысль поставить к ним в баню печь, но я решил ее использовать для коммерции. Поэтому я целиком хочу создать пространство, которое будет сделано под печь. именно под эту печь, для того, чтобы это очень удобно электричество. Обязательно приедем, обязательно зови, обязательно приедем к тебе на запуск этого комплекса. А сейчас ты попарил, какие ощущения? Меня парился, печь. я вообще не любитель парить в пространство, где нет форточки, где нет моментального проветриваемого помещения. форточки. мы зашли, я поддал парочек, и я на себе не ощущал остроты пара. То есть он был тот, что нужно. Я еще раз убедился. Бискомфорта не было? Да, еще раз убедился. Мелкий, мелкий. Да, я еще раз убедился, что эта печка подходит. Супер. Дима, спасибо тебе большое, что ты заехал, что мы увиделись. Ребят, баня это что-то большее, чем слова. Это больше, чем пойти в среду в баню, в четверг, в субботу с Ксенией в бане. Это образ жизни. И мой совет, я бы вообще желал, что как можно больше людей ходили в баню, правильно ее понимали, ощущали. И из-за этого мир, реальный мир, становится круче и добрее. И люди общаются совершенно по-другому после бани. Давайте будем так жить. Спасибо еще раз. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал Дмитрия, переходите на сайт sangens.com green.ru Выбирайте наши печки, там можно задать вопрос менеджеру, если какие-то остались. В общем, общаемся дальше. сайт 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 Продолжение следует...